Здравствуйте! Это программа для тех, кто хочет усыновить ребенка. Сегодня мы в Чечерске и в гостях у прекрасной девушки Татьяны. Таня, поздоровайся, пожалуйста. Здравствуйте! Мне 14 лет, учусь в школе номер один города Чечерска. Я люблю рисовать. Здорово! То, что ты любишь рисовать, мы уже заметили. Очень много картин нам показывали, и рисунок, и прямо говорили, что в газетах тебя печатают. Я начала рисовать, как еще была маленькая, тогда мое творчество заметил мой дедушка. Мне нравится рисовать глаза человека, мне нравится рисовать мультяшных персонажей. Ты думала, кем ты станешь? Я думаю, дизайнером. Дизайнером. И что будешь проектировать в своих дизайнах? Наверное, делать эскиз моделей и одежды. Когда Новый год наступает, Таня всегда берет на себя ответственность и разрисовывает здесь, в детском доме, окна. Расписывает очень красиво окна, то есть такая творческая у нас девочка. Я люблю рисовать карандашом. Карандашом больше всего нравится. А красками? Красками я тоже могу рисовать. Обычно я рисую им плакаты на конкурсы для учителей. И какие краски ты используешь? Я могу использовать гуваш, акварель и другие краски. А акрилом пробовала рисовать? Да. И как? Мне кажется, он такой яркий, должен нравиться, совсем нет? Да, мне нравится. Тоже нравится. А акварель? Акварель тоже хорошо ложится на листью бумаги. Ты любишь цветными карандашами или сначала простым, наброски? Приводила набросок, а потом обвожу его или гелевой черной ручкой, или каким-нибудь фломастером. Рисую дальше, а могу просто ставить простой карандаш. Ходишь в какую-нибудь секцию? У тебя есть педагог по рисованию? Нет. Обычно все, которые говорят, что я хорошо рисую, они говорят мне, что я должна ходить на какие-то секции, на какие-то кружки по рисованию. Но я самоучка. Самоучка. То есть у тебя такой талант? Наверное. Рисовала хорошо. У меня мама в роду. Я учусь в восьмом классе. В восьмом классе. Уже серьезные предметы у вас есть? И физика, и химия. Нравятся тебе они? Да, нравится. А какой вот твой любимый предмет в школе? Я люблю русский язык, русскую литературу. Не отличница, но учится она хорошо и усваивает на достаточном уровне учебный материал. Ну, о чем ты медитаешь? Я мечтаю жить с хорошей семьей и, наверное, развивать свое искусство. По дому помогаешь? Конечно, помогаю. Каждый день у меня режим такой, что я встаю, просыпаюсь, там, застилаю кровать, иду на низ, копью чай, там, покушаю, спущусь. То есть, например, сделаю уроки, если это выходные, потом пойду поубираюсь, здесь подмету, помою, могу и пойду повытирать. Таня коммуникабельная, общительная. Может быть, где-то она бывает застенчива, но все же. По дому своему родителю-воспитателю она помогает. Она помогает в уборке, помогает собирать младшеньких в детский сад и в школу, помогает в приготовлении пищи. Танюша, мы, конечно же, не с пустыми руками, мы привезли тебе подарок. Очень классный подарок. Я надеюсь, что он тебя вдохновит на изображение чего-нибудь такого же яркого, прекрасного и позитивного. Ты, конечно, девочка большая, но, тем не менее, думаю, эта игрушка тебя тоже порадует. К тому же она антистресс. Спасибо большое. А еще у нас есть вот такие вот коктейли. Пила когда-нибудь такое пробовала? Бывала. Да, и нравятся тебе сладости такие? Угу. Вот, они с разными вкусами, у нас здесь несколько вкусов. Вот тут малиновый. Пробовала малиновый? Малиновое молоко пробовала? Да. Это, наверное, когда корова съела много малин. По мне, так это сокровище. Потому что четыре банки сгущенки, две вареные, две с шоколадом. Это, ну, просто вау. Торжественно вручаю, передаю. Спасибо большое. Вот, любишь сгущенку? Да. Граждане, которые приняли решение о том, что они могут усыновить ребенка, могут получить всю необходимую информацию, как в отделе образования по месту жительства, так и в центре усыновления. Снится сон, мама за руку возьмет. И с собой навсегда отсюда уведет. Мы пойдем с ней по морю и с ветром. И во сне я отдам ей всю свою любовь. Всю свою любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова